всем еще раз здравствуйте дорогие я нахожусь в лазаровском в ауле агапша вроде правильно сказала пришла мостик в первой части посмотрите 10 люди даже живут из такой поселочек так мне как-то объяснили прямо прямо на водопад игристый мне сказал мужчина идите прямо никуда не сворачивай но то если так сюда да хочу еще какой-то день на дольмены тут найти дорогу попрошу кого-нибудь местных мне он принципе объяснил километров 7 надо что эти на дольмены сегодня уже наверно поздновато будет так сейчас мы будем этот вот переходить я в кроссовках всем привет мои хорошие и так потушинается с вами я каролина sky сочи конфетка все бы ничего но тут конечно надо пока не хочется мочить ноги я в купальнике но хочется дойти до места а потом уже купаться ну такое впечатление что мне придется разуваться сейчас посмотрим что намочить чуть-чуть не получится да что кто-то нес на руках наверное брать с собой мужчину который будет на стене на руках для этого видимо для этого шучу ну так попробуем главное не свалиться сюда вот так вот я уже наполовину пути и камень очень-очень скользкий так и друзья да все таки мой вот этот баланс медитации утренние очень сильно мне помогли и мы идем дальше конечно народ тут на оазе когда путешествует но я не из тех когда есть возможность идти я иду вчера я ходила очень много смотрите здесь какой-то пруд выкопали что ли наверное что пускать уточек вода здесь прям такого голубого цвета нам как в сказке в какой-то интересно 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 так как мы идем дальше так так как обычно технику воду несу люди живут возле речки хотя речка когда дожди идут может тут и подняться и всякие разные случаи рассказывали люди возле речки конечно прям вблизи лучше не брать дом все же да может реально и съехать и уехать видите говорят в каком-то году тоже камни падали что только не было каменных завалов так очень надо не останавливаться побеседовала без камеры с местным жителем у него там козочки курочки так так говорит да свет есть вода есть что еще надо для счастья так что так очень кстати вот эта осенняя листва она получается дает такую подушку для того чтобы не идти по грязи обратно еще можно там разуться но туда хочется чтобы ноги не натирала и дойти как положено в принципе я сейчас если пораньше вышла то можно было бы и пойти искать дольмены дорога смотрите такая вполне адекватная я сразу вспомнила Камчатку у нас и более выкрутастые дороги бывают ну здесь тоже я встречала что такие что кто знает может сейчас она адекватна потом какая-нибудь яма да будет здесь такой спокойный лиственный осенний напишите друзья из какого вы города любите ли вы природу путешествовать где были какие у вас места вдохновляет какие у вас места силы может быть по вашим ощущениям вот так вот так мы идем дальше надо тоже как грибник наверное с собой брать корзиночку да и собирать параллельно грибы тут очень много всегда встречаюсь людей тоже видела с корзинками грибников так куда-то идет дорога мне сказали иди иди прямо сейчас она идет куда-то на речку непонятно куда мне идти особенно когда не знаешь куда идти куда ты идешь ну во всяком случае я нашла мостик перешла мостик походила тут по поселку не сильно но в сторону водопада вывеска то есть да какая-никакая а вот дорога кому-то может быть полезно кто тоже как я вот так отправится искать водопад дело не в экономии сразу хочу сказать мне нравится именно как многие уже тут ну не многие но некоторые заметили путешествовать самой но дело даже не самой с хорошей комфортной тоже можно путешествовать но самое важное чтобы тебя не дергали а то знаете как в Сочи у нас как принято 5 часов тебе мед да рекламируют и 5 минут ты стоишь в таких прекрасных волшебных местах вот и настал тот момент когда мне придется разуваться потому что идти потом дальше с мокрыми ногами это будет не вариант не вариант так там конечно ничего нет страшного где-то мне щепки но я не буду счастлив хотя может и достану щепки проще достать и это вот тут на улазах и ездит ну что не такая что прям огромная река была так ну все же знаете в кроссовках по ней не пройдешь так дорогие сейчас все таки наверное надо мне шлюпки одеть вода холодная вчера вот была вода 10 градусов я не знаю сколько сегодня я даже одела кофточку но сейчас ноги намочила мне опять стало жарко у меня какая-то странная система странная система так ух какие-то колючки в ноги попали это не очень приятно это не очень приятно так сейчас мои хорошие буквально секундочку мы с вами продолжим маршрут не переключайтесь конечно мне почему-то прямой эфир ну да надо понятно что стабилизаторы и прочее покупала честно скажу не дешевые причем такие что как бы не за тысячу ну почему-то я говорю у меня что-то аккумуляторы разряжались может надо что-то что-то иное другое пробовать но сейчас мы не будем на этом застряться я делаю в записи ну вроде как должно быть более-менее смотрите какая тут резкая дорога вверх сразу вспоминаю свои прогулки на лошадях обычно такие примерно маршруты узкие широкие тропинки я проходила на лошадях очень я любитель лошадей да здесь тоже наверное есть такие любители кто любит лошадок кто любит тоже такие путешествия напишите даже если в теории смотрите какая дорога прямо такая она на самом деле очень крутая резкая и в шлепках ноги выскакивают ну просто еще немножко и скоро у нас в горах и снег пойдет друзья поэтому я как-то безотлагательно мне сегодня тоже предлагали ну так со знакомым советовались может там на водопад может там на Дольмена я говорю не я хочу вот это место я летом сюда не съездила а я хотела именно так пойти сама поисследовать на самом деле дорогие друзья если выходить пораньше из дома ну у меня правда были сегодня дела как бы конечно мои проблемы ну а то мне комфортно обычно я обратно потом по ночи возвращаюсь вчера вообще уже была темная ночь но главное была связь поэтому я позвонила человеку водителю и у меня забрал благополучно ух воздух вы даже не представляете насколько здесь шикарный воздух это просто то есть смотрите первое фитнес свежегорный воздух фитнес оно же здоровье видите какая дорога конечно лучше на этих самых да кто-то на машинах едет не лучше а проще я так думаю в квадроциклах потрясись ну а можно и так если было так что меня завезли оставили да а тут начинается туда заедет туда я уже так в Сочи когда только приехала брала экскурсии меня вечно ругали потому что я там минуту да я минимум по 10 минут где по 5 где по 15 залипала на таких местах красивых и меня от этого ну там же надо мед продать ну что это не секрет к сожалению есть такое дело в Сочи смотрите какая красота вот тебе и дикие места да конечно друзья тут могут быть медведи всякие горные козлы ну сейчас пока только козлика встретила гавроши как-то как сказал хозяин домашнего козлика так смотрите какое место волшебное дерево я бы хотела тут жить честно говоря мне прям вообще но цены растут на все и тут земли тоже не дешевые конечно как везде хотя не каждый да вот в таких местах там сильно надо жить люди стремятся к цивилизации как правило ну как я говорю кафе, ресторан, магазин хорошо на время а для постоянной жизни смотрите мой любимый волшебный такой цветочек вчера тоже мы встречали мне честно говоря стало жарко после такого подъема хорошо что я взяла знаете вот за практику своих шапкой головы путешествие хочу сказать вот тут лужи пошли вот такие вот лужи смотрите небо отражается в них очень красиво хочу сказать как правило поход с собой самое важное брать какую-то шапку панамку и летом и зимой то есть если искупался или что-то первое да второе брать воду либо хотя бы просто бутылку да как я взяла бутылку и в магазине еще взял маленькую водичку не знала заеду в магазин или нет купальник что в принципе не обязательно если вы в дикие места можете и галышом купаться и какую-то удобную обувь но опять же смотрите дорогие рекомендации как ходить в поход смотрите дальше какая идет дорога хорошо что я сняла что я сняла кроссовки я делаю удобные шлюпки но тут конечно я не знаю какая дорога будет дальше вообще не понимаю даже смотрим как мне сказал местный житель километра полтора где-то ну так на скидку понятно как направо налево куда идти вроде как он говорил направо все направо но опять же вроде как направо дольменом может это одна дорога сейчас посмотрим ага видите какие красивые места уже здесь скорее всего где-то по логике по логике то да природа не всегда логично как и люди в общем видите какие мне тут инсайты приходят разные попробую вот этой стороны все-таки левой придерживаться а тут она и есть просто вот еще есть дорога сюда наверное туда на дольмены скорее всего сейчас мы посмотрим есть какие-то таблички есть конечно плюсы да и минусы в том когда ты ищешь природные места когда ты примерно знаешь уже как-то ты знаешь куда идти когда ты не знаешь то непонятно так куда-то я иду объект закрыт написано что за объект это водопады тут хорошо ага может это и водопады не знаю какой объект куда чего смотреть надо надеюсь у меня тут не погонят как говорится и шапку снила шапка подела да возможно на водопаду но мы немножко здесь с вами пройдем по речке посмотрим что за объектом там что-то и водопады все-таки опять на местную прохладу такой вот у нас поход то чувствительное может даже виртуально почувствовать эти места силы энергетически мощные места я иду пока вот сюда где закрыт объект скорее всего надо было куда-то наверно выше идти а мы посмотрим здесь с вами что здесь поскольку здесь каждое место по-своему красиво волшебно и уникально куда-то еще идет дорога мне такое впечатление что куда-то я иду не туда но ну куда-то красивые места понятно смотреть что там дальше главное чтобы не стемнело мы едем каточка вода очень-очень холодная свежает просторы водопада скорее всего это выше сейчас а здесь похожу потом пойду повыше вообще здесь все эти места относятся до сучинскому национальному парку вот смотрите еще одна дорога может быть такими дорогами куда-то приду главное потом еще обратно вернуться чтобы не потерялись совсем вот куда-то я пришла я думаю что если идти по реке конечно возможно я выйду на этот прекрасный водопад но мне кажется надо все же наверно придерживаться дороге основной это очень интересно вот здесь посмотреть да что да когда почему сейчас мы посмотрим с вами очень-очень красиво я на камчатке так и следовало но там я все таки на лошадях какого-то медведи везде но здесь тоже могут быть а тут ходить лучше не ходить так говорю я себе да интересно любопытно какие дороги интересно сейчас вообще на дальмена пройду короткая дорога да смотрите как там красиво так хорошо конечно надо возвращаться к основной дороге ну места тут очень красиво ну дорогие так сейчас немножко еще пройдем немножко немножко и раз уже и на горе окажется да у меня волос прям посвежело какие-то здесь дороги идут ну просто так я так думаю возможно там какой-то домик ну ка сейчас посмотрим что я на водопады пришла либо кому-то на угодье одно из двух сейчас просим если там вообще кто-то есть мне кажется что я все таки где-то тут водопады да посмотрим отдельный туалет речка сейчас глянем посмотрите посмотрите вот как там красиво так я опять перехожу реку здесь такие вот места волшебные так так задираю свои штаны и вперед вперед и с песней кому кому нравятся мои выпуски обязательно ставьте лайки друзья поддержите меня тут кажется что-то похоже на водопад по-моему я еще зашла на какую-то непонятную чужую территорию может это беседка сейчас смотрим места красивые но непонятные для того чтобы понять а видите какая-то лестница идет наверно надо идти еще наверх да возможно я пришла к водопадам надо еще вот куда вот да только как говорится не через перед не хочу пошли да не через перед по-другому да с другой стороны зашла обошла как говорится такое своеобразное мышление люблю все исследовать смотреть изведать немножко здесь прости какие-то не вспоминают хотя я ничего не смотрю такого что тут видите там да шлагбаун судя по всему сейчас мы исследуем дегустация на игристом а все друзья мы пришли сюда yes видите правда я как обошла летом так не обойдешь естественно будут стоять тут вот шлагбаун надо обратно пойти нормальной дорогой человеческой наверное смотрите как здорово хотя для кого я рассказываю мне нравятся такие дороги так ну давайте не будем терять время так стараюсь резко не дергать камеру но я в таком предвкушении я прямо с вами идем дорогие вот туда наверх поехали так что берите чаек кофеек а кто-то может быть тоже на тренажере бежит в это время я знаю мне некоторые так писали говорят а я как раз тоже как будто у меня виртуальная такая ходьба прогулка так увидела я тут такую дорожку неспешную смотрите как я прошла летом вы так не пройдете сразу говорю зимой просто некому сидеть из-за одного такого человека да своеобразного как я никто не будет следим и сидеть и охранять чтобы за вход да эти денежку брать а так в целом скорее всего рублей 200 лет там тут будет стоить плюс экскурсия сколько там не знаю две полторы по разному берут так места здесь везде красивые что-то тут смотрите тут что-то вообще с лестницами проблема излучная смотрите какая дыра понятно что сейчас зима но сейчас подождите ставлю на паузу начинаю думать что тут вообще не знаю какой-то неофициальный да водопад разрушена развалена лету возможно все это сделается но сейчас что-то тут вообще прям ой можно провалиться куда-нибудь запросто так что имейте ввиду что тут можно столкнуться с разными ситуациями хотя по логике да вот оно как в случае любят делать дорожки ступеньки дальше вообще тут все развалено не знаю что сказать дорога то есть но она убитая такое впечатление что я вообще очень давно не делал и дальше тоже не знаю так сейчас как-то буду пробовать мне по идее надо камеру ой это самый телефон вообще на на ой сейчас не упасть бы на голову если я буду громко кричать не будь значит я куда-то упала может лето что-то починят не знаю пока в общем пока вот так я смотрю не на вот эти ступеньки а на прекрасную природу интересно что возможно где-то еще есть какой-то более адекватный вход да либо уже столько людей летом ездила сейчас уже просто никто ничего не делает и вот какая красота да и вот такая ситуация так едем дальше я уже всякий плю в кофте в куртке хочу искупаться и увидеть водопад Игристый, если вообще туда иду. Вроде написано дегустация на Игристом. Вы что-то тут видите, подубито прям все эти лесенки. Погода тут уже 200 лет никого не было. Кроме меня. Такая вот эта сказка в диком лесу. И, как говорится, не могу понять, куда дальше вопрос. Что же тут и водопада нет, да, друзья? Как оно бывает. Так. Посмотрим. Может, где-то есть более адекватная дорога. Но как-то не вижу водопада. Нету. Потому что дороги нету, да. Вот, видите, да, что тут творится. Хотя дальше вот есть тропинки. Может быть, где-то сверху тут люди спускались, уже начинаю думать. Здесь вообще вот пересушено все. такое вот у меня дикое путешествие. Напишите, как вам оно. Мне кажется, я уже куда-то пошла на выход. А может быть, и нет. Но воды тут нет. Абсолютно. Но есть вот такие вот ступеньки. Начинаю думать, что вообще надо, альмен, иду куда-то, да? Что может быть. Есть когда-то видимо, речка, ручей. Пожалуй, сейчас она местами есть. Местами нету. Какие-то тут завалы. Стрелка куда-то вот идет. Вот сюда. Надо посмотреть. Ну, вообще, видите, стрелки идут туда. Туда. Подпечатление, что тут сверху спускались. Такой вот тут огромный камень. Это что, дольмен. Может, это он и есть. Не знаю. Отверстия в нем не вижу. Главное, никуда не провалиться. Что может быть, в принципе, в воде нету никаких отверстий. Но очень похоже, да, такие огромные камни. Так. Сразу вспоминаю историю про деда Мамеда. Мамедова щели, да? Ущелье. Щели, как место его зовут. Неудивительно, да, что тут такие места, что действительно можно спрятаться куда угодно, от кого угодно. Главное, самому потом найтись. Стрелки идут туда. Возможно, водопад ниже, я не знаю. Но мне не совсем понятно все это. Система. Есть дорожечки. Я, конечно, не по тропе пошла, но, вот видите, вот есть дороги. Надо было с утра выходить и, как говорится, трет из песни. Дальше идет какая-то вторая тропинка. Да, похоже, это не дальняя дорога. Возможно, не знаю. Может быть, как раз мне сказали, заброшенная тропа, которую никто не знает. мы куда-то уже кресли, куда-нибудь понятно. Какое-то красивое место. Главное, нет людей, что очень радует. зато, смотрите, друзья, такие вот огромные сыроежки, нетронутые, да, совершенно. Да и я их не буду трогать, пусть себе растут. Тут, везде, везде они. У тебя поляна сыроежек, реально, которая прячется под листвой. вот такое вот магическое место. Можно всякие практики делать. Ну, в общем, тут еще, еще дальше есть дорога. Я уже действительно думаю, что эта дорога возможно идет дольменом. Возможно. Интересно. Напишите, как вам такие дикие путешествия. На какую-то, по-моему, основную дорогу выхожу. Сейчас мы посмотрим. Здесь тут была машина. Видите, видно, что она хорошо так застревала. И уже второй раз, видимо, они сюда не дергаются. Потому что, когда у ребят спрашивала, знаете, что они мне сказали? Мы не поедем. Там такая убитая дорога. Конечно, возможно показать. Вот я вышла на какую-то из дорог. Попью воды. Вот табличка на водопад и какие-то шумы. Как будто кто-то где-то идет. Ну, как вы видели, я оттуда пришла. Как-то водопад я не увидела. Может, тут какая-то старая, новая дорога. Не знаю. В общем, продолжение приключений. Как говорится, не переключайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я пока сделаю перерыв, пойду дальше следовать и немножко еще вам поснимаю. Люблю всех. Целую, обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok